Органические удобрения «Суперурожай» и «Геракл Плюс» для внекорневой и корневой подкормки. Залог богатых и экологически чистых урожаев. Покупайте в магазинах города. Здравствуйте, друзья! Вы передачные советы. Вот мои соседи стонут, ничего в садах нет. Да какой же нет! Ну зачем вы, господа бога-то, прогневаете, а? Ну вы посмотрите, какие урожаи смородины, сколько! Да какая крупная! Ни разу такой не видела! Земляника какая в этом году! Крупная по кулаку! Ну что гневаться-то? А малины сколько будет! Несколько слов об овощах. Значит, цветная капуста – это третий оборот, это новый гибрид. Я его первый раз в этом году испытывала, давал Антон Бардуков. Котлону – хорошие головки. Вот, несмотря на то, что здесь очень тесно на грядке, на узкой. Вот она, котлону. Вот она, головочка. Красоты необыкновенной. Цветная капуста с тола не уходит. Как? Началась середина июня, и теперь один оборот за другим. Сейчас вот эти срежем, головки. Это третий оборот. Четвертый оборот. Сейчас нужно срочно опрыскать удобрением, которое содержится в своем составе микроэлементы бор и молибден. Для того, чтобы эти кусты начали закладывать в головку. Я беру удобрение Нутривант израильского производства. Вы возьмете любое, которое найдете в своем магазине, в составе которого есть бор и молибден. Это капуста опять тетрис. Чем она мне нравится? Она моментально выдает головки. Самое скороспелое, как балдо. Головки маленькие, но моментально выдает. И не капризничает. И в жару, и в холод. С уходом, и без ухода. Чем славится это удобрение израильское Нутривант? Прекрасный прилипатель. И дождями не смывается. И так хорошо держится. Посмотрите, все на листьях. Не скатывается. Хотя листья покрыты восковым налетом. Поэтому лук очень хорошо обрабатывайте. Лук многие жалуются гнить начал. Обрабатывать надо. Вот такими вот хорошими удобрениями. А под корень? А под корень можно дать любое комплексное удобрение. И желательно тоже с этими микроэлементами. Бор и молибден. Вот уж в данном случае излишек не будет. Питательный раствор впитался в почву. И теперь можно замульчировать это либо сухой землей. Но я предпочитаю всегда хоть чуть-чуть подсыпать торфа. В торфе и питание есть. В данном случае здесь биогумус. Работает торф. Лишнюю влагу заберет, если дождей много. Когда будет сухо, отдаст ее. То есть как кондиционер сработает. Фирма «Агромагистраль» предлагает в широком ассортименте профессиональные семена ведущих зарубежных и отечественных производителей. А также высококачественные удобрения и стимуляторы роста. Средства защиты растений от болезней и вредителей. Магазин находится в Самаре. На пересечении улиц Димитрово и Молодежный. Телефон для справок 8 917 818 81 18. Компания «Биокомплекс» производит и реализует органические средства по уходу за растениями. А также в широком ассортименте «Биогрунты». Подробности на сайте bio-complex.rf И вот теперь сейм капусту пятого оборота, который даст нам урожай где-то в начале октября месяца. Я ее пущу в основном на заморозку. Капуста «Винсон», семена от Антона Бордукова. 100% схожесть. И прямо в таком виде сейчас и буду их высаживать. Дольше держать в этих-то маленьких таблетках не надо, потому что корни уже вышли из них. Но у меня проблема. Сажать уже некуда. Столько всего понасажала в этом году. И все по два, по три раза. Потому что много погодных аномалий. Поэтому и лук сажала в три оборота. И огурцы в три оборота. Так, вот стояла здесь вишня. Огромное дерево. Пять лет ему уже. Выросло шикарно. Уход тоже шикарный. Чистая, красивая. Ягода крупная. В том году 50 ягод. В этом году 50 ягод. Да что это такое? И я буду держать это на своем участке. Он же у меня окрошный. Мне нужны большие урожаи. Взяла, срезала его вчера. Не хочет плодоносить, пусть отправляется с моего участка. Здесь вот уже весной, в виде этого безобразия, пересадила сюда маленькие деревца нашей местной вишни Бещевки, которая каждый год, вот 40 лет этой вишни, она опять вся в урожае в этом году. А здесь что будем? А вот здесь и посадим цветную капусту. Сколько здесь уместится? Ну, 8. Земля-то здесь уже истощена большим деревом. Как я всегда поступаю после раскорчевки? Я беру почвоулучшатель, кондиционер почвы. Он нам почву будет структурировать. Он даст ей возможность дышать. Здесь активная деятельность микробов начнется. Это первый пункт. Второй пункт. Почва очень плотная здесь у меня. По грязи вот пройдешься, так столько несешь на каждой ноге. Так, чем мы ее разрыхлим? Какой разрыхлитель вынесем? Опилок нет. Есть вермикулит. Итак, мы внесли два вида кондиционера. Почва улучшитель. Вермикулит. А теперь еще дадим еды. Это, конечно, наш любимый биогумус. Ах, какого качества великолепный, а? Биогумус – хлеб для растений. Здесь у нас и азот, и фосфор, и калий, и куча микроэлементов. В доступной для растений форме. Здесь гуминовые вещества. Гуматы, калия, натрия, лития. Так, придется еще раз спушить почву, потому что только что прошел ливень. Видите, какая грязь вокруг меня на дорожках. Надо еще раз спушить почву вот так вот. Вот. Капуста любит рыхлую, влажную почву. Культиватором работаете, видите, навивается на него. Подсыпьте еще кондиционера, почву улучшателя. Совсем другое дело будет. Вот, смотрите. Вот, вы видите, что? Сухо. Моментально работает. Моментально. Смотрите. О, никакого навивания. Так что мало ли что там пишут. Если есть возможность, побольше внесите. Под перекопку почвы внесла золу. Потому что капуста не терпит кислой почвы. А она здесь точно кислая. Поэтому обязательно нужно под капусту давать золу или озерный сапропель. И теперь берем наших малышек. Вот корешочек-то выходит. Уже хочет в землю. Идем, мой хороший. Не надо дольше держать. Сразу сажайте. И несмотря на то, что ведем посадку под ливнем почти, что снова гремит гром, все равно поливаем для того, чтобы почва плотно облегла корешочки в новой посадочке. Вот как хорошо и червячок рядом шевелится. Так, теперь беру торф. Здесь тоже и биогумус, и микроэлементы, верховой торф. Знаете, какая красота? Вот пройдут дожди, мы это все будем рыхлить. Какая капуста получится, обязательно покажу вам. Вот теперь мы ничего уже здесь делать не будем. В общем, поставим доги, накроем спонбондом от всех видов вредителей. Так, а вот со слизнями что делать? Лучше всего обсыпать их табагором. Работает великолепно. Проверила в прошлом году на перцах. Биогумус хорошего качества и по приемлемым ценам, а также жидкий биогумус и, внимание, новинка «Экогрум» можно заказать в Самаре по телефону 972 70 95. Компания «Сила жизни» предлагает новинку – почвенный кондиционер на основе натуральных гуминовых кислот. Его применение приводит к быстрому восстановлению гумуса и структуры почвы, а также способствует развитию полезной микрофлоры. Спрашивайте в магазинах вашего города. Здравствуйте, друзья! Весна и первая половина лета были дождливыми и холодными. Растения заболели, а на больные растения приходят и вредители. Наш Центр природного земледелия предлагает бороться с вредителями с помощью биологических препаратов. В теплицах появилась белокрылка. Зажгите биологическую табачную шашку «Гефест» и от вредителей избавитесь. И подкормите растения углекислым газом, который выделяет эта шашка. Продолжается лед бабочки-плодожорки. Обработайте все растения и деревья, и кустарники препаратом «Липидоцит», но работать им нужно каждую неделю. А от паутины, выключая, еще хороший препарат «Битоксипацилин». От всех видов вредителей помогут препараты «Фитоверм» или «Окарин». И самое главное – маленький срок ожидания – один-два дня. Не травите себя и детей, используйте малоопасные биологические препараты. Всего доброго! Желаю вам экологически чистых урожаев! Центр природного земледелия «Лариса Малайной» предлагает семена овощных, цветочных, зеленых культур, М-товары, грунты, удобрения, фитолампы. Все для выращивания и рассады. Телефоны для справок. 9-545-165-2-252-305. Внимание! На работу требуется продавец. Любимая пища – это перцы у селезней. Появились дырки. Просыпем все табагором. В прошлом году воспользовалась советом от Ларисы Герномаланины и спасла свои перцы в теплице. Здесь хорошо дождей-то нет, не смывается все это. Посыпьте табагором. Смесь табачной пыли с горчицей и золой. Вот я вам уже показывала, как заболели у меня баклажаны в теплице. Это который год продолжается. Земля очень плотная, сколько всего сыплю, бесполезно. Все равно вот такая наша ряльская земля. Я знаю, что у многих это проблема. Как спасти растения от пузырезного увядания? Ведь эти гнили корневые и на огурцах, и на помидорах, и особенно на баклажанах, корневая маленькая система. Что делаем? Я дважды обработала стрекарм. У кого нет, обрабатывают. Вот фитоловин есть сейчас. Есть гляхладин. Привикур энергии. На худой конец, если вы живете в деревне, и нет рядом дачного магазина, да как наши деды, обработайте все марганцовкой, да покрепче. И потихоньку, потихоньку, вот начинает эта болезнь отступать. И плоды завязались, и хорошо завязались. И уже клоринда, так называется этот гибрид, дает урожай. Мы сейчас это все уже срежем. Не надо насиловать кусты, надо снять этот урожай. Гибрид клоринда, люблю за красоту. Три колпачка, удобрения гуматокалия, которые способствуют быстрому нарастанию новой корневой системы. Это то, что нужно при корневых гнилях, и в частности фузариозном увядании, который вы сейчас на баклажанах вы видите. Вот и мы спасаемся. Значит, сначала химией, первый этап. Химией давим за разу. А потом уже действуем с помощью гуматокалия. И положение Бог даст исправиться. Так, и вот теперь полили, внесли удобрения. У помидор внизу обрезали очередные два листа. Так, и тоже дали этот растворчик. Понемножку. Вот они тогда и будут у вас наливаться. Здесь же так много микроэлементов в гуматокалия. Они будут ровно окрашены. Представляете, какая прелесть. Вот гибрид панекра. Пасынки не мучают. И очень хорошо завязываются кисть за кистью. Так, пазана на втором пока месте. Вот он, красавец какой нарядный. Он обогнал панекру по скороплодности. И хочу показать наши отечественные сорта. Просил, умолял из Октябрьской. Молодой дачник Саша Егоров. Покажите. Я вам прислал семена. Я не верю, что вы их посадили. Саша, вот инжир красный. Видишь, узнаешь. Вот он какой. Уже сколько сняли с кисти. И вот посмотрите, какая красота. Вкус изумительный. Аромат настоящего российского помидора. Рекомендую. Пока идет на третьем месте. Ну, посмотрим, что будет к осени. Агрофирма Росток Грин предлагает. Гумат калия – это органическое удобрение, которое повышает сопротивляемость растений к болезням, защищает от стрессов и повышает урожайность. Экономичный расход и выгодная цена. Спрашивайте в магазинах вашего города. А в Тольятти его можно приобрести оптом по адресу. Улица Победы, 10, склад номер 10. А в розницу в сети садовых центров Росток. Справки по телефону в Тольятти. 22 57 89. Здравствуйте. Все-таки у нынешнего дождливого и не очень жаркого лета есть свои преимущества. Можно в течение всего лета делать посадки. И сегодня у нас для вас, как всегда, отличные новости. Мы привезли вам саженцы на низкорослых зимостойких подвоях. Это уральские саженцы. Вы скажете, какие они маленькие? Ну, они действительно не очень большие. Это саженцы полуторалетки. Но вот те подвои, на которых они привиты, обладают невероятной зимостойкостью, выносливостью. И эти сорта как раз отлично подходят для нашей зоны рискованного земледелия. И отлично выдерживают суровые бесснежные зимы, которые у нас часто бывают. Кроме того, чем хороши низкорослые подвои? Деревья на них вырастают не более 2,5 метров. С них удобно собирать плоды, их удобно обрабатывать. Плоды на таких низкорослых деревьях, как правило, гораздо крупнее, чем на высокорослых, потому что не тратится силы на рост. Вся сила идет в массу плодов. Ну и кроме того, эти сорта все очень скороплодные. Если груша показывает первые плоды на 5-6 год, то вот на таком низкорослом подвои зимостойком она плодоносит уже на 2-й год. Начнем с абрикосов. Два раннеспелых сорта – восторг, снежинский и бархатный. Плоды у них крупные и средние, с нежным изысканным вкусом. Урожайность и зимостойкость очень высокая. Привитые на низкорослых подвоях они плодоносят уже на 3-й год. Два среднеспелых сорта – водолей и медовые. В каталоге их называют сорт наслаждения. И действительно, медовые, невероятно нежные и вкусные плоды, напоенные ароматами лета, никого не оставят равнодушными. Так же, как и все абрикосы на низкорослых подвоях, они порадуют вас своими плодами уже на 3-й год. Следующая плодовая культура, которую мы вам привезли – это чернослив. Северный чернослив. Да, да, не удивляйтесь. Действительно, из этой сливы маньчжурской при сушке получается настоящий южный ароматный пластичный чернослив. Мы привезли вам два сорта – чернослив ранний и чернослив поздний. Эти сорта специально предназначены для сушки. На низкорослых зимостойких северных подвоях даже нежная капризная черешня приобретает выносливость и отлично справляется с нашими малоснежными и суровыми зимами. А невысокий рост деревьев до 2,5 метров позволит им показать первые плоды уже на 3-й год. Лучшие сорта черешни – брянская розовая с крупными сладкими розовыми плодами и два сорта с темно-вишневыми, почти черными плодами – брянская 2,739 и ленинградская черная. Все сорта среднеспелые, что позволяет им уйти от возвратных заморозков во время цветения. И, конечно, не обойтись без коллекции груш и яблонь. Одна из самых вкусных позднелетних северных груш – радужная, с нарядными, яркими, желто-красно-розовыми радужными плодами. Не уступает ей по вкусу и по цвету уралочка с ярко-желтыми крупными плодами-фонариками, которыми просто усыпаны деревья. И завершает парад северных груш поздний сорт краснобокая, в которой удивительная зимостойкость и выносливость уссурийской груши сочетается с крупноплодностью и отличным вкусом. А яблонь соковая и уральская розовая порадует вас своими невероятно крупными и вкусными плодами. И, конечно, если вы покупаете и сажаете вот такие растения, не поскупитесь на хорошее удобрение для них. Если вы сажаете косточковые вишни, черешни, абрикосы, персики, обязательно должен быть кальций. Кальций – это ракушка или костная мука. Обязательно должен быть фосфор в доступной форме. Фосфор – это рыбная мука и удобрение на рыбной муке. Кроме того, обязательно положите в лунку горсточку золы – это микроэлементы. И если плочва очень плотная, положите вермикулит или кокосовый субстрат как разрыхлитель. И в таком случае ваши растения отблагодарят вас хорошим вкусным урожаем. Дорогие дачники, выбирайте и сажайте. Удивляйтесь и радуйтесь. А мы постараемся помочь вам в этом. Магазин и дачная коллекция предлагают покупателям саженцы плодовых деревьев на низкорослых зимостойких подвоях. Внимание! Акция! Только до 20 июля скидка 20% на семена экзотических томатов из коллекции Дмитрия Гусина. Подробности на нашем сайте, в группе ВКонтакте и в нашем интернет-магазине. Адреса магазинов улицы Победы 111 и улица Самарская 36. Комплексное, жидкое, высоко концентрированное органоминеральное удобрение «Благо» на основе озерного сапропеля. Это быстродействующее, эффективное и экономичное удобрение многофункционального действия. Удобрение «Благо» применяется в качестве стимулятора развития и роста растений, увеличивает урожайность, повышает стойкость к вредителям и болезням, к неблагоприятным погодным условиям, а также уменьшает воздействие пестицидов на почву и растения. Применение «Благо» приводит к повышению вкусовых качеств и питательной ценности сельхозпродукции и к увеличению ее срока хранения. Во время обработки почвы происходит обогащение ее полезными почвенными бактериями, гуматами, макро- и микроэлементами. Оптимальная доза расхода удобрения «Благо» при внекорневой подкормке 10 мл в рабочем растворе на 1 сотку земли. Справки по телефону в Самаре 225-24-67. Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем знакомиться с цветущими растениями в садовом центре. Многие кустарники уже зацвели. И, конечно, среди цветущих кустарников выделяются спиреи. Чем же хороши спиреи в нашем регионе? Первое. Они зимуют великолепно без укрытия, стригутся. Их можно посадить в качестве живой изгороди. Можно посадить в Ракарии или на Альпийской горке. Можно создать миксбордер с многолетниками, если не скорослая спирея. Вот эта высокорослая спирея Энтони Ватерерри или же вот эта вот спирея Биларда. Посмотрите, какой у нее соцветия, кистевидность. Это уже можно создать из нее высокую живую изгородь. Есть спирея, которую мы называем бирюзолистной. То есть огромный ассортимент спирей. И можно создать композиции, используя только спиреи. В садовом центре мы объявили акции, и каждую неделю идет акция по отдельному растению. На этой неделе, если вы покупаете 4 спиреи, одна бесплатная. Спирея вот сейчас отцветает, где-то цветет 2-3 недели. И после того, как отцветет, сразу стрижете, и увидите повторное цветение спиреи. Вот этим хороши спиреи. Неприхотливый, зимостойкий, не требует практически ухода. И только стрижете, конечно, поливаете, если очень жарко, дадите подкормку. Кустарник порадуется, но если даже не дали подкормку, все равно будет цвести. Каждый год я рассказываю про лопчатки. Великолепно зимуют, формируются очень хорошо. Можно создать из них живые цветущие изгороди. Самое главное, они начинают цвести в июне и цветут до глубокой осени. В октябре, в ноябре приезжаете на дачу, на участок, все листья уже сбросили деревья и кустарники. Хвойники, конечно, продолжают нас радовать. И еще радуют лопчатки. Они продолжают цвести, гореть вот этими желкими, яркими пятнами. Посмотрите, сейчас лопчатки с белыми цветами, желтые, розовые, оранжевые. Есть более низкорослые сорта, они высотой 30-40 см максимальные. А есть высокорослые, великолепно стригутся, зимуют хорошо, не требуют укрытия. Цветут, начиная с июня по октябрь. Кажется, ничего лучше природа не придумает. Вот у меня в руках сейчас знаменитые розы Дэвида Остина. Я могу гарантировать чистоту сорта. И точно это розы Дэвида Остина, знаменитые английские розы. Чем они хороши? Во-первых, зимостойкие. В 2010 году, самую холодную зиму, перезимовали только розы Дэвида Остина. Это уже показатель. У них очень нежный запах у всех роз. Представьте, когда их много, идешь, и вот этот шлейф запаха этих роз Дэвида Остина. Как раз они этим и знамениты. Во-первых, огромное количество цветов одновременно раскрывается. И разные расцветки. Огромный ассортимент. И прежде чем Дэвид Остина выставляет на продажу свой какой-то новый сорт, происходит сорта испытаний от 8 до 10 лет. То есть очень тщательно подходит к отбору и появлению нового сорта на рынке. И, конечно, поэтому эти розы очень ценятся во всем мире. На всех площадках нашего садового центра вы можете приобрести однолетние цветы, многолетние розы, клематисы, кустарники, деревья, хвойники. И все сопутствующие товары. Это и химикаты для защиты растений от вредителей, и все удобрения, которые нужно обязательно подкармливать растения. Мы желаем вам здорового, красивого и цветущего сада. Садовое центро Веры Глуховой предлагает посетить площадки с саженцами плодовых и декоративных культур. Справки по телефону в Сан-Маре. 212-04-42. Органические удобрения «Суперурожай» и «Геракл Плюс» для внекорневой и корневой подкормки. Залог богатых и экологически чистых урожаев. Покупайте в магазинах города. Субтитры создавал DimaTorzok